Если ты хочешь увеличить количество подтягиваний, а за окном снегопад То у тебя есть уникальная возможность воспользоваться зимним методом Вообще существует 37 разных способов, слэш методов увеличения количества подтягиваний Ссылка на остальные я размещу в описании к этому ролику А сегодня расскажу про тот, которым может воспользоваться любой житель нашей прекрасной северной страны Он называется зимний метод, потому что тренироваться нужно будет зимой на улице Да ладно! Суть этого метода очень простая Очень многие прерывают свои тренировки на уличных площадках зимой, ждут весны, бла-бла-бла Их подтягивания не растут Но есть те, кто продолжает тренироваться Они одеваются потеплее, накидывают на себя термобелье Поверх терма можно накинуть футболку Поверх футболки еще легкую толстовку, поверх легкой толстовки теплую толстовку Сверху еще куртку непродуваемую, чтобы тебя не продуло Шапку обязательно надо надеть Потом ритузы Ритузы, узкие брюки, плотно обтягивающие ноги Термоштаны, теплые штаны Ботинки, на ботинке, под ботинки обязательно три пары носков Можно четыре пары носков, чтобы ноги не замерзли, пока будешь тренироваться на площадке Все это на себя накидываешь, идешь на площадочку Разогреваешься так, оп-оп, помахал, что-то там ручками поделал И делаешь пару-тройку подходов своих, как обычно, в подтягиваниях За счет чего этот метод позволит тебе увеличить количество подтягиваний? Во-первых, за счет того, что ты не прерываешь свой тренировочный процесс Продолжаешь тренироваться круглый год на улице Ты еще и укрепляешь свой организм, закаливаешься Во-вторых, за счет того, что ты накидал на себя огромное количество одежды Весной, когда ты придешь на площадку и скинешь все это с себя Потягивать тебе будет гораздо легче Потому что сколько это все весит? Ну, пару-тройку килограмм Точно весит, это как халявные бесплатные утяжелители тебе, которые помогут прогрессировать Понимаешь? Третий момент Вся эта одежда, она помимо того, что весит, дополнительный вес тебе создает Она еще и сковывает немного движения Но она необходима, потому что, если ты не хочешь травмироваться Тебе нужно хорошо разогреться И чтобы мышцы сохранили тепло после того, как ты разогрелся дома, пришел на площадку На тебе должно быть много одежды Но она должна быть таким образом подобрана, чтобы отводить влагу от тела Чтобы ты не вспотел там все дела и не переохладился, понял? Поэтому, помимо того, что она тяжелая, она ограничивает твои движения И опять же, летом, весной, когда ты придешь на площадку после зимы Ты ощутишь невероятную легкость в процессе подтягивания Потому что тебя ничего не будет сковывать Вот, это две причины По которым, три, даже три причины, по которым нужно использовать зимний метод Я тренируюсь на улице круглый год Добавляет ли это мне подтягиваний? Конечно Как-то раз я уходил осенью с двадцаткой С двадцаткой Потренировался по зимнему методу Всего лишь-то январь, февраль и немножко марта Потому что в марте тоже лил снег Дождь Шел снег, неважно И потом уже делал тридцатку просто чистыми на турнике Почему чистыми? Потому что скидываешь лишний вес, скидываешь вот эти ограничения в движениях И все идет чистко и ровно Поэтому сейчас я вот доразминаюсь И покажу, как нужно сделать один подходик в зимнем методе Не веришь, что он работает? Просто попробуй И ты убедишься, что это не пустые слова Хочешь узнать об остальных методах увеличения подтягиваний? Подписывайся на канал И следи за выходом новых роликов И да, чтобы твои ручки не замерзли Обязательно тренируйся в зимних перчатках из магазина Workout В них есть утеплитель И дополнительное сцепление с перекладиной Чтобы ручки не скользили на обледенелом железе Покупай по ссылке в описании